С этого раздела мы с вами приступаем к программированию в Unreal Engine, потому что если там без каких-то углубленных знаний по материалам можно обойтись, можно использовать какие-то готовые совершенно ассеты, применять их, можно там какой-нибудь level design тоже на него забить, сделать там все элементарно и просто, то все-таки вот игру, без этого все можно сделать, но без программирования игру вы все-таки не сделаете. То есть так или иначе, какая-то логика должна быть. И как раз в этом разделе мы с вами начнем уже потихонечку приступать к программированию. Будем говорить мы с вами пока что только об основах. В следующем разделе мы уже углубимся в эту тему, но пока что мы с вами разберем самое важное. Итак, первое, что должны усвоить, это самый главный принцип программирования в Unreal Engine, то что все построено на событиях и реакциях на них. Что подразумевается вообще говоря под событием? Под событием подразумевается либо какое-то действие, допустим, там начало игры, это вот определенное действие, начали игру и мы можем с учетом этого какую-то логику выполнить. Например, при начале игры создать там 10 монстров каких-нибудь, пример. Также под событиями подразумевается какой-то тоже эффект быть может, например, пересечение игроком какой-нибудь капсулы коллизии. Допустим, вот у нас входит персонаж, какой-нибудь триггер, все, тут же у нас запускается скрипт какой-то, сценарий, логика и, например, там включается лампочка, там или какой-то объект исчезает или еще что-то. Вот это самый важный принцип, то есть все построено на событиях. Соответственно, как вы здесь видите на скриншотах, у нас построено здесь все по принципу вот этих, а также проводов и так называемых нотов. То есть, в принципе, очень похоже на материалы. И управление здесь, в принципе, точно такое же, как и материал. То есть тащим, соединяем. Есть входные параметры, есть выходные параметры. Соответственно, у нас код выполняется вот слева направо, да, то есть, соответственно, идет по проводам, по белому проводу, вот таким вот образом. Это у нас все различные параметры входные. Вот это выходные параметры у события. Причем, что важно, что у нас разные блоки, они подсвечиваются разным цветом. Например, у нас красный, это у нас синий. Ответственно, красный это событие. То есть это, например, begin play, это начало игры. А это on actor begin overlap. Это у триггера волюма пересечение каким-то актером. Эктер, я напоминаю вам, это все, что находится на сцене. То есть кто угодно в триггер попал, будь то игрок, будь то враг, будь то какой-то куб, будь то какая-то пуля. Ответственно, все, сразу же это событие у нас вызывается и начинается какая-то логика. Синий, это у нас определенные функции. Функции какую-то операцию обычно выполняют. Как правило, но не всегда, имеются какие-то параметры у функций, которые мы можем с вами задавать. Помните, то же самое, как с материалами. Там мы тоже, помните, с вами создавали входной параметр roughness, шероховатость. Вот такие же параметры, собственно, и здесь. То есть, то же самое. Также, есть вот такие вот блоки. Это у нас, соответственно, ссылки на конкретные объекты. То есть, мы говорим, что вот этот вот кубик, который мы взяли с уровня, перетащили. Мы у него вытаскиваем static mesh, который, собственно, этот куб, и у него там есть static mesh component. И static mesh component мы настраиваем setVisibility. SetVisibility это настройка видимости. Тут мы, сами видите, галочку убрали. Это означает то, что видимый данный объект не будет. Как только у нас какой-то эктор попадает в триггер, например, игрок в него зашел, у нас сразу же этот объект исчезает. Затем вызываем функцию delay. Delay это у нас пауза. И делаем длительность паузы на одну секунду. То есть, и через одну секунду мы снова вызываем функцию setVisibility для этого же самого объекта. То же самое, видите, куб, все то же самое. Но ставим уже эту галочку. Это говорит о том, что у нас visibility true. То есть, мы должны снова показать. То есть, как только у нас какой-нибудь эктор заходит в триггер, он исчезает, вот этот вот кубик. Дальше, через секунду, снова появляется. Вот такая простая логика. Но, в принципе, мы это с вами будем говорить более глубоко. Пока что так вот, чтобы что-то уже у вас там в голове оставалось. Для того, чтобы потом было проще все это понимать уже на примерах в редакторе. Значит, в принципе, программировать-то можно здесь на двумя вариантами. Либо на C++, либо на Blueprint. Вот это то, что вы увидели, это Blueprint. Blueprint это такой визуальный язык программирования. Я раньше относился очень к таким языкам скептически. Но когда увидел Blueprint, понял, что в принципе нет. Очень удобная вещь. Главное, что она наглядная. У них есть, конечно, свои недостатки. Но считаю, что достоинства у него тоже присутствуют. И как раз здесь я кратко выписал определенные достоинства и недостатки Blueprint из C++. Значит, в первую очередь, Blueprint, он гораздо, я пощеркиваю, гораздо проще в освоении, чем C++. То есть реально с Blueprint'ами справляются, ну, даже такие более-менее способные дети. Уж не говорят там про взрослых. Действительно, простая вещь. И левел-дизайнеры, например, C++ просто боятся как огня. А вот с Blueprint'ами левел-дизайнеры, во-первых, должны уметь работать, во-вторых, с удовольствием и работают. Второе преимущество у Blueprint'ов в сравнении, кстати говоря, с C++, это моментальная компиляция. Компиляция это, по сути, процесс, когда вы вот эту вот, ну, своего рода картинку, которую тут вы создали, преобразуете в код, понятный компьютеру. То есть весь процесс компиляции, он проводится автоматически, ну, как без вашего участия. То есть кнопочку нажали, и за вас движок все скомпилирует так, как оно надо. Соответственно, компиляция здесь моментальная. В C++ компиляция, в принципе, работает так же. Кнопочку нажали, все за вас будет сделано. Но проблема его в том, что компиляция очень-очень долгая. То есть, если у Blueprint'ов компиляция полсекундочки буквально, почти незаметно, то у C++ даже у пустых проектов это обычно 5-6 секунд. То есть даже у пустых проектов. А когда-то какой-то большой проект, то там легко может компиляция быть и, там, секунд 20, 30, 40, минуту, и даже там по 5 минут бывает компиляция в больших проектах. Это просто дичь. Вот. То есть это ужасно, это неудобно. Следующий момент. Уже отрицательный Blueprint'ов и положительный у C++. Это то, что у Blueprint'ов низкая производительность. Я уже об этом упоминал и говорил, что, да, есть измерения типа в 10 раз. На самом деле измерения это некорректные. Нужно проверять производительность не в редакторе, не в так называемом режиме Play-in Editor, да, или сокращенно часто эта аббревиатура встречается. Многие не знают, что она означает. Это вот как бы PE, да, то есть Play-in Editor. Вот. В Play-in Editor Blueprint'ы работают, конечно, гораздо медленно, чем C++. Но в реальном проекте, если вы соберете его, мы с вами уже это делали, и там вы можете замерить производительность, вы увидите, что там разница, конечно, будет, но уже не такая огромная, как в редакторе. Это первый момент. Второе еще есть нативизация. Мы с вами тоже эту тему затрагивали, да, нативизация Blueprint'ов. Она позволяет еще больше ускорить. То есть, в принципе, там, ну, разница, конечно, будет, но я вам так скажу, что плохой код, он будет тормозить и на C++, и на Blueprint'а. Хороший код будет прекрасно работать и там, и там. Потому что, когда мы говорим с вами про какие-то там миллисекунды, ну, какая разница для человека, сколько времени отрабатывается какая-то логика, там, 2 миллисекунды или даже пусть будет 20 миллисекунд. И то, и другое для человека просто абсолютно незаметно. Это мгновение, которое, ну, мы не можем даже осознать. Поэтому 2 или 20 миллисекунд, разницы нет. Вот, главное, что, а вот когда будет, например, у вас там полсекунды, там, и 5 секунд, то, извините меня, даже полсекунды, это очень много для какой-то там, ну, определенной логики. Это чересчур, это просто неудобная игра будет. Вот, и, соответственно, что касается освоения, да, C++ гораздо сложнее освоить, и прежде чем вообще приступать к программированию C++, нужно сначала изучить C++. То есть сначала учили C++, а потом еще дополнительно изучайте C++ в Unreal, потому что он сильно отличается от того C++, к которому там вы привыкли, если вы его изучали. Он действительно сильно отличается, там он оброс весьма макросами. В общем, это там действительно отдельное нужно дополнительно учить. Вот, но в реальности же, я вам так скажу, на будущее, что самый правильный вариант – это использовать и то, и другое. То есть какие-то базовые вещи пишутся только на C++, а уже там какие-то наросты, какие-то там геймплейные вещи детальные, они уже реализуются на блупринтах. Но это уже такая оглубленная тема, это только на будущее. Пока что я вас могу уверить, что блупринты, я не хоть и написал, что ограниченные возможности, но ограниченные возможности – это вот в духе там нельзя там файл прочитать в файловой системе, вот там немножко сложнее будет мультиплеер написать, да, то есть где-то какие-то вещи вам будет не хватать, там, условно говоря, какое-то там подключение к базе данных, там еще что-то такое. Да, это будет проблемно, но для одиночных игр, я думаю, что 99% логики можно написать чисто одними блупринтами. То есть там буквально вот процентик. Причем вам же никто не мешает, например, смешивать. То есть я, например, когда мне была одна такая проблемка возникла, дело в том, что, не знаю, как сейчас, по-моему, сейчас, наверное, может тоже этого не будет, но мне нужно было сделать сортировку по алфави. То есть у меня был инвентарь, там были предметы, у них были свое имя, мне хотелось сделать сортировку по алфавиту. И, к сожалению, в блупринтах, может, я плохо искал, но я не нашел функцию, которая бы сравнивала строки. Вот, и мне пришлось прибегнуть к типу плюс-плюсу, ничего сложного не было, то есть просто создал специальную такую функцию, которую потом вызвал уже в блупринтах и точно так же все это применял я. Вот, то есть это все можно сделать без проблем. Ну, а в целом, там 99% случаев в блупринтов вам вполне хватит. Вот, на этом по теории такой базовый все. В следующем уроке мы с вами познакомимся уже с интерфейсом редактора. До скорого! Продолжение следует...